друзья здравствуйте приветствую вас сегодня с вами будем говорить о божественных прическах очень и очень много и часто мне задают вопросы как же правильно стричься чтобы прическа была правильной но в первую очередь нужно вспомнить почему так да откуда такая генетическая память срабатывает и почему обязательно стричься правильно дело то что у нас с вами есть такое выражение опростоволосица то есть когда наши волосы были не по нашим мерам соответственно проблему начиная с энергетикой с чем это связано дело в том что все полные структуры они так или иначе резонируют с этим миром и они не просто резонируют они могут накапливать в организме тот или иной потенциал мы знаем что все наши рычаги или попросту наши меры сажен косая сажен аршин дюйм вершок палец и все остальные до которые мы разбираем на курсе обережной обережной одежды которые я провожу это обучающий курс куда я вас конечно всех приглашаю соответственно эти меры они делают нас сильными они делают нас мощными они делают нас напитанными энергией потенциалом будем правильно выражаться так вот если волосы приурочить правильным мерам и соответственно начинаем набирать потенциал то есть вот это выражение что мы опростоволосились это как раз отсутствие меры в размерах волос до в параметрах которые соотносятся с нашими волосами и так что же собственно на голове может задать правильный эволюционный путь мы знаем что вот эта ямочка которая у нас находится как раз там где голова со соединяется с шеей да то есть самая самая нижняя вот эта ямочка мы знаем что все вогнутое принимается выпуклое излучает соответственно раз это ямочка она будет принимать и весь потенциал который у нас здесь будет скапливаться по волосам до по мере волос он будет идти напрямую человека и программировать его на правильные энергии так вот как же мы это делаем дело в том что помните есть у женщины такая мода лесенка когда плавный есть переход соответственно откуда эта мода взялась она была приурочена как раз к тому что та часть волос которая произрастает у нас на площади этой самой ямочки это такая длинный достаточно плотный толстый локон вот как раз его делили и начинали эти меры выполнять на прическе то есть получается самая маленькая мера это у нас вершок пока потом у нас идет дюйм палец ладонь локоть плечо оршин сажень вернее сажен и косая сажень то есть эти меры они отражались в длине вот этой пряди то есть была вот такая лесенка из этих соответственно мер когда мы понимаем что была у нас культуре такая веха когда все старались что-то сделать правильно со своей шевелюрой и тогда встает вопрос а когда же это закончилось когда у нас прекратились магические войны и соответственно начались какие-то физиологические убийства этого при иване грозном все это началось но и конечно в бою когда физиология работает когда это физический бой не энергетические волосы длинные мешают и стали опростоволасиваться и все это срезать но есть еще несколько способов как соответственно обрести божественную прическу волшебную прическу помните у нас есть такая стрижка под горшок раз и все то есть вот такая стрижечка тут точно так же каскадом все наши меры делаются круг из размером с наш вершок дальше следующий ярус это уже будет наш дюйм следующий ярус это пальчик следующий ярус ладонь и так каждая соответственно мера женщина с длинными волосами это вполне можно реализовать это вполне можно сделать это второй способ дальше у нас был еще способ когда мы отражали длину имени которые у нас сейчас действует дело то что у нас имена сейчас ну так скажем больше клички чем у меня настоящие имена которые несут себе силу дают возможности потенциал это имена связанные с богами то есть каждое имя наших предков оно состояло из двух имен богов соответственно первая часть имени это меньшая мера которая представляется у нас в виде например кратного количества вершков и соответственно вторая часть имени это кратное количество пальцев до или там дюймов или еще чего-нибудь до более крупная мера ну например приведу пример лада слава лада это 18 слова это 6 или например еще только право ява да это тоже наше имя из двух богов правь и я управе единичка уяви 4 соответственно вот здесь будет кратность единички а вторая часть прически то что осталось до от вот этого круга стриженого это у нас будет умноженное на 4 то есть у нас почему сенситивность сохранилась у женщин потому что мы все же носим длинные волосы большинстве своим если у женщины короткие волосы то может быть генетическая память связана с тем что она в прошлых жизнях очень часто и много участвовал в войнах ну и в этой жизни пристрастие к коротким причёскам она сохранилась но зачастую длинные волосы это правильная история потому что пифи и вообще все сенситивные процессы лучше даются ну кто становится предсказательницами кто становится целительницами и так далее это в основном все сенситивные возможности проявляются именно у женщин то есть нам да сейчас рассказали что у мужчин должна быть короткая прическа у женщин соответственно длинные волосы но это не так у нас должна быть правильная прическа по нашим мерам дальше что если например сделать длину своих волос по одной какой-то мере но особого эффекта не будет вы засинхронизируетесь сами с собой набора потенциала не будет потому что здесь у нас учитывается не только одна мера а еще способность перетекать энергии от одной меры к другой то здесь вот вот эта перекачка потенциала она не происходит то есть у нас не будет возможности перекачивать потенциал естественно вопрос открытый да зачем тогда просто по своим мерам если мы хотим без стрижки да по ярусам как же мы можем самый простой вариант отразить вот если нам не нужна перекачка мы просто хотим приурочить длину своих волос соответственно к длине правильно по рычагам мы берем средний пальчик измеряем соответственно дюйм вернее вершок дюйм и палец на измерили их у мужчин длина волос измеряется в вершках то есть количество вершков а у женщины в пальцах то есть здесь достаточно просто но только это если вы знаете как высчитывается свои имена это должно быть кратно числу богов которые входят ваше имя текущее если не знаете ну хотя бы чтобы это было приурочено до какому-то знаменательному числу которое чаще всего проявляется вашей жизни потому что боги разговаривают с нами на понятном для нас языке и конечно обо всех мерах я в текущем курсе практической метеоргии говорю я рассказываю как их измерить как ими пользоваться и конечно на курс по практической метеоргии я вас приглашаю поскольку там меры мы будем разбирать от и до и как ими пользоваться как их размещать в своем помещении для того чтобы был приток энергии комплексный вопрос комплексный курс благодарю вас после вас все ладится получается все ссылки интересные все самое нужно будет под видео благодарю вас